В Италии спущен на воду новый УТК Л-9890 Трист для ВМС страны. В Италии спущен на воду новый универсальный десантный корабль Л-9890 Трист. Церемония состоялась 25 мая на верфи итальянского судостроительного объединения Финкантири в Кастиламаре Дистабе близ Неополе. Новый УТК станет самым крупным кораблем, построенным для ВМС Италии в послевоенное время и заменит легкий авианосец C-551 Giuseppe Garibaldi, введенный в эксплуатацию в 1985 году. Церемония первой риски стали для корабля состоялась 12 июля 2017 года. Сдача Трист итальянскому флоту запланирована на июнь 2022 года. Полное водоизмещение УТК Л-9890 Трист, по заявленным данным, составляет 33 тысячи тонн. Наибольшая длина 245 метров, длина между перпендикулярами 213,4 метра. Наибольшая ширина 47 метров, по ветерлинии 27,7 метра. Осадка 7,2 метра. Скорость полного хода корабля 25 УС, экономического 16 УС, малого, под электромоторами, 10 УС. Дальность плавания экономическим ходом 7000 миль, автономность 30 суток. В качестве главной энергетической установки используется комбинированная двухвальная дизель-газотурбинная установка по схеме КОДОГ, включающую две форсажные газовые турбины РОУЛС РОЙС МТ-30. Мощностью по 48500 ЛС, два дизельных двигателя МАН-20В-32-44ЦР по 15000 ЛС и два электромотора малого хода по 5,2 МВт. Для выработки электроэнергии используется четыре дизель-генератора МАН-9Л-32-44ЦР мощностью по 5,2 МВт. Экипаж корабля вместе с авиагруппой составляет 460 человек, может перевозить десант в количестве 604 человека, а при перегрузе 700 десантников. На борту имеется госпиталь на 27 коек. Корабль способен перевозить бронетехнику массой до 60 тонн в танковом трюме при размещении в линиях до 1200 погонных метров. Доковая камера размером 50 на 15 метров вмещает четыре танка десантных катера типа LCU-LCM или один десантный катер на воздушной подушке. Также корабль принимает два малых 15-метровых скоростных десантных катера. На УТК будут базироваться 12 крупных вертолетов типа типа AW101 или NH90. Для этого имеется вертолетный ангар длиной 107,8 метра и шириной 21 метр. Имеются и другие варианты базирования на корабле авиатехники, предусматривающие сочетание из 18-20 крупных и средних вертолетов, или от 4 до 8 самолетов F-35B и от 4 до 9 вертолетов. На полетную палубу имеются 9 площадок для вертолетов. Вооружение должно включать 16 вертикальных пусковых установок для ЗУР, АСТА, 15 или сам, 3,76 мм универсальных артиллерийских комплекса и 3,25 мм и 6,12,7 мм дистанционно управляемых установок производства. Леонардо